В самое ближайшее время мы погасим за должность, просто получилось. А я объясню, почему. Здравствуйте. Знаете, это не зависит от действий индивидуального предпринимателя. Это зависит от действий третьих лиц, с кем работал индивидуальный предприниматель. Денег на счетах нет, строительство приостановлено. На ковре у комиссии по взысканию долгов индивидуальный предприниматель Александр Полевов и его юрист. Коммерсант задолжал городу 387 тысяч рублей налогов. Однако вины своей не признает. Виноваты подрядчики, которые задолжали предпринимателю, говорит юрист коммерсанта. Они уже выиграли шесть судов и теперь ждут поступления денег на счета. Мы надеемся на то, что в ближайшее время долги будут возвращены и в порядке двигаются на должность. Взыскивайте с дебютора задолженность и погашайте все свои долги. Этим мы и занимаемся. Должники у нас являются генеральными подрядчиками, соответственно, по отношению к нам. Это строительный заказ, я не могу афишировать это. Были сделаны большие вложения, но по каким причинам подрядчики не заплатили. Я так понимаю, что им тоже не заплатили. То есть были срывы, а цепочка произошла. Всего на контроле у комиссии около 70 задолжавших бюджету фирм. Из них два десятка арендаторов земельных участков должны городской казне 52 миллиона рублей. И около полусотни организаций не заплатили 197 миллионов рублей налогов. Представитель каждой компании держит слово перед комиссией. Самый крупный из должников – компания «Аэрофест» задолжала 45 миллионов рублей. Представитель организации напомнил, что предприятие проходит процедуру банкротства и планирует в скором будущем полностью рассчитаться. Как только денежные средства поступят, мы сразу все погасим. И декорацию, соответственно, сейчас указать себя и представить? Да, конечно. Мы все представляем, как соответствовать фактическим обстоятельствам дела. За 9 месяцев работы межведомственная комиссия провела 14 заседаний, на которые пригласила более 600 должников. Около половины из них в итоге заплатили в консолидированный бюджет Московской области 203 миллиона рублей, в том числе 32 миллиона рублей в бюджет Химок. Продолжение следует...